Всем привет! Наконец-то пришло долгожданное лето, и я достаю цитрусовые ароматы. Я обожаю носить цитрусы в тепле. Для меня это вот такой вот мастхэв. Но, вы знаете, удивительно, что некоторое время назад, ну, достаточно давно уже, я думала, что я не люблю цитрусы в парфюмерии, и я не носила их, в принципе, вообще. Вообще, удивительно, как вообще моя закрытость, какая-то, не знаю, предвзятость могла лишать меня целые, не знаю, массы эмоций, просто вот чувства и такой вот огромнейшей палитры, прекрасной палитры, которую могут дать нам вот это вообще направление. Стоило мне вообще отбросить свою предвзятость, и теперь я наслаждаюсь цитрусовым направлением вообще в полной мере. И у меня даже в голове не укладывается, как когда-то я могла их не носить. Я сразу сказала, что я очень люблю цитрусы в тепле, но не стоит забывать, что цитрусы можно использовать, носить с удовольствием, вообще круглогодично. Я знаю, что многие вообще носят цитрусы именно круглогодично. Зачем? Ну, во-первых, чтобы черпать их солнечную энергию в какую-то ненастную погоду, поднимать себе настроение и мысленно переноситься в теплые летние деньки. Здесь вот аромат, не забываем, да, это всегда какая-то машина времени, да, это некий такой мощный очень ключ к нашим воспоминаниям. А с цитрусовыми ароматами это вообще такой некий телепорт в лето, в солнце, в прекрасные эмоции, в прекрасные воспоминания и в замечательное настроение. То есть вполне, вот вполне зимой, осенью, там в межсезонье, в ненастье можно использовать вот это чудесное свойство ароматов. Цитрусовые вообще ароматы и вообще цитрусы у нас обладают, ну, поистине, для меня, я всегда говорю про себя, божественным каким-то вот звучанием. Они освежают, они завораживают, они влекут, они создают вот то самое настроение, о котором я уже сказала, они как бы вот придают сил, обеспечивают такой, ну, лично для меня прекрасный эмоциональный фон. Вы знаете, и даже в какой-то мере, мне кажется, они создают иммунитет каким-то стрессом, вообще депрессиям и вообще могут как-то оградить вот от неприятных эмоций и чувств. Вообще цитрусовая палитра очень широкая и разнообразная. Что мы можем найти в парфюмерии из цитрусов? Лимоны, апельсины, грейпфрукты, мандарины, клементины, лаймы, бергамоты, юзу, помелу, ну и вообще много-много-много других вообще сортов цитрусов. И это прекрасно. Запахи у цитрусов тоже разнообразные. То есть от каких-то зеленых, горьких до солнечных, сладких, вообще невообразимо, там, не знаю, конфетных. Помимо плодов самих, там, мякоти плодов цитрусовых, можно найти в парфюмерии шкурку и насладиться запахом вот этой цедры душистой. Можно найти листья, цветы цитрусовых деревьев очень часто используются. В общем, здесь такое разнообразие, которое может удовлетворить, ну как мне кажется, самый вообще изысканный вкус. Ну это вот такое небольшое вступление, будем так говорить, к видео. Конечно же, цитрусовых ароматов огромное множество. Ну просто, мне кажется, неисчерпаемое какое-то множество. Невозможно записать видео и перечислить все ароматы. Я вот выбрала те цитрусовые ароматы, которые я считаю, что достойны внимания, которые я лично ношу с огромным удовольствием, как я уже сказала, в тепле. И не только в тепле, мне тоже бывают такие дни, осенью, а зимой вообще я люблю некоторые цитрусовые ароматы, особенно с апельсином. Они вот создают какое-то вот новогоднее настроение и возвращают меня вот куда-то в детство, вот в эти радостные, приятные моменты тоже вот, да, вот можно использовать. И сегодня я буду рассказывать о цитрусах, которые есть на сегодняшний день в моем парфюмерном кардюробе. Первое, о чем я буду говорить, это у нас бренд Орлов, и аромат у нас называется Эмпала. Абсолютно все ароматы, о которых я буду сегодня упоминать, я опубликую в описании к этому видео. То есть названия и бренды будут там, если вдруг кто-то не расслышал, или если я вдруг неправильно назвала как-то произношение или еще что-то, прошу меня простить. Если вы не поняли, то в описании будут все названия ароматов. Итак, Эмпала от бренда Орлов – это безумно вкусный, яркий, радостный цитрусовый аромат. Что нас вообще встречает? Встречает нас такая цитрусовая феерия во главе со сладкой мякотью красного апельсина, истекающего соком, и с горечью его такой толстой, душистой кожурой. То есть вот плод полностью. И вы знаете, вот этот аромат где-то вот отдаленно напоминает горьковато-сладковатый вкус коктейля Апироль, с его вот апельсиновым привкусом и такими тонкими травянистыми нюансами. Вообще, постепенно к вот этому цитрусовому богатому такому аккорду, который у нас вообще составлен из мандаринов, из лимонов, бергамота, того самого апельсина, о котором я уже сказала, из грейпфрукта, присоединяется такая некая сладость. И создается ощущение, что цитрусы у нас превратились в прозрачные, очень вкусные, такие кисло-сладенькие цитрусовые леденцы. И это очень красиво. Я вообще люблю леденцовость в цитрусовых нотках. Мне очень нравится, когда вот цитрусы уходят туда. Но здесь у нас не только леденцы. То есть, смотрите, плоды, потом леденцы, но аромат у нас движется. Движется, и мы движемся вместе с ним, и уже начинаем постепенно ощущать абсолютно дивное благоухание цветущих апельсиновых садов, залитых солнечным светом. Где-то вот уже даже слышится жужжание пчел над спелыми плодами и цветами. А дальше у нас присоединится к вот этому фантастическому звучанию такая, знаете, идеальная симметрия теплых древесных оттенков. Такой, знаете, в перламутровой дымке полуденного марева. Они будут гармонично дополнять фруктово-цитрусовую мелодию и опускаться на кожу абсолютно чувственной вуалью. Знаете, если вы посмотрите вообще пирамидку этого аромата, то вы увидите в базе достаточно тяжеловесные нотки. Там у нас пачули заявлен, утладан. Ну вот я вас призываю, абсолютно не обращайте внимания и не пугайтесь ни в коем случае. Вот здесь эти нотки, они дают именно вот ту самую перламутровую дымку, о которой я сказала. То есть не более, чем какое-то полуденное марева. Это абсолютно не утяжеляет аромат, а просто придает глубину цитрусовому аккорду. Вообще, Эмпау Ю – это удивительный аромат. Такой, знаете, свежесладковатый, очень жизнерадостный, с абсолютно летним, искрящимся, переливающимся, просто изумительным шлейфом. Вот рекомендую. На самом деле, прямо от души. Следующий аромат, о котором буду рассказывать, но подробно не буду рассказывать, это у нас цитрусовая поэзия от бренда Les Eau de No. Я очень люблю этот бренд. Ну, наверное, кто давно со мной, вы знаете. Мне очень нравится элегантность звучания, которое присутствует у его ароматов. И я считаю, что цитрусовая поэзия – это один из лучших вообще цитрусовых ароматов, которые есть в моей, по крайней мере, парфюмерной коллекции. Он невозможно хорош. Я не буду сейчас надолго на нем останавливаться. Есть отдельное видео на канале, его можно всегда посмотреть. Но в список лучших цитрусовых ароматов, я не могла его не поместить из-за его абсолютно чудесного цитрусового звучания. Итак, по нотам я разбирать не буду. Можно посмотреть отдельное видео. Но я скажу. Скажу в целом про аромат. Что, вы знаете, создается, когда вдыхаешь этот аромат, создается такое, знаете, чудесное ощущение, будто бы пространство вокруг заливает яркий свет. И солнечные лучики ласкают кожу. А фруктовые искорки – наше обоняние. Здесь очень красивый цитрусовый аккорд, но помимо цитрусов здесь много достаточно разнообразных фруктов, свежих фруктов и красивых таких фужерных вкраплений. И вот, ну, красиво это звучит. Ну, замечательно это звучит. Прекрасно себя чувствуешь вот в этом аромате. Садится у нас композиция такой полупрозрачной вуалью позитива, нежнейшим облачком счастья. Аромат создает ауру такой некой изысканности и очарования. Вот сто процентов он в моем списке любимых цитрусовых ароматов. Так, поехали дальше. Дальше у нас будет Курчьян и его прекрасный аквавита, именно колонь. Именно вот про эту я вот буду версию рассказывать. И что это такое вообще? Это солнце в зените, пламенеющие цветочные луга в мареве горячего воздуха. Потрясающий аромат. Здесь нас встретят такие цитрусы. Вот будет именно такое ослепительное сияние цитрусового аккорда из сочного, спелого итальянского мандарина и очень яркого, такого свежего, горьковато-травянистого бергамота. И вот они будут у нас нежиться в ореоле теплого солнечного света. Вот я буду несколько раз специально говорить о солнечном свете здесь, потому что аромат будто бы пропитан, знаете, вот этим солнечным сиянием изнутри. И это очень красиво. Вот это мягкое соплазнительное звучание создает ассоциацию в какой-то момент, знаете, с лимонным десертом. Вот этот мандарин и вот этот бергамот. Фантазийным таким десертом. Лимонный десерт, покрытый корочкой хрустящего безе на поверхности. Но это не более чем фантазия, да, вот именно мое восприятие такое. Шлейф у нас опять пропитан тем самым солнцем, о котором я говорила, и бесконечной чувственностью мускусов, которые усиливают звучание такого сантала. Здесь у нас индийский сантал, и у него такая немножко такая мысленистая структура. И звучит это абсолютно мягко и божественно. Вообще композиция очень ясная. Она такая деликатная. И, как по мне, она прекрасно передает текстуру, цвет, тепло, вот знаете, какого-то жидкого золота, согревающего нашу кожу. Не зря я говорю вот о том самом солнечном свете и о золоте. Ведь золото у нас, ну, испокон веков вообще ассоциируется с солнцем. Вот жидкое золото и солнце – это то, это те грани, которые переливаются на протяжении звучания всей композиции. И это прекрасно. Вообще, я вот сейчас рассказывала вам о версии колонь, но у меня в парфюмерном гардеробе были все три версии. Три версии на сегодняшний день. Существует классическая версия форте и колонь. Все три чудесно звучат. В каждой версии расставлены акценты по-своему. Здесь уже будет исключительно дело вкуса и личных предпочтений, какую версию выбрать. Я очень люблю версию форте, а на лето вот я люблю версию колонь. Так, дальше. Дальше вот у меня такая новиночка. В этом году у меня появился вот этот аромат. Аромат у нас называется Сесиль. И бренд у нас называется Палас де Лис. Площадь лиц. Это у нас будет аромат о лимонах. Действительно, красивый лимонный аромат, мне кажется, достаточно трудно найти. Ну, вот я нашла свой. Потому что апельсины, мандарины, бергамот это было, но вот лимоны – это вот нечто особенное. Представьте, вот я люблю фантазийные такие ароматы, которые вызывают очень много ассоциаций, которые, когда наносишь, складывается такая некая картинка, и ты переносишься в эту картинку. Вот я это обожаю. То есть представьте, что вы прогуливаетесь в тени листвы лимонного дерева и ощущаете нежное и свежее благоухание его плодов. Здесь вот жаркий день, вы в тени вот этих деревьев, то есть вы будете ощущать сами плоды, веточки, цитрусовое, я имею в виду, дерево, листву, древесину, но ваше внимание будет всё-таки привлекать сам плод – лимон. То есть вы его сорвёте с ветки, он будет свежий и благоухающий. Такое вот действительно ощущение, что плод именно только что сорван с ветки. То есть у него помимо звучания самого плода ещё и вот где-то рядом окружение его, вот эти ветки, зелень и тому подобное. Такая целостная картинка, прекрасная картинка. Но плод, сорванный плод вы вот будете вдыхать. То есть поднесёте его к лицу, вдохнёте аромат его толстой рыхлой шкурки, вот насладитесь запахом этой цедры с такой изящной горчинкой и начнёте разрезать лимон. Разрезайте его на тонкие прохладные ломтики и здесь у нас уже будет буквально физически ощущаться такой кисловатый привкус его сока. Вот цитрусы всесиль, они пленяют своей естественностью, своей мягкостью, округлостью, гармоничностью. Вы знаете, создаёт такую идеальную прохладу, такая идеальная прохладная освежающая водица на лето. Вы знаете, ей можно поливаться вообще в любую жару с ног до головы. То есть и не беспокоиться абсолютно, что это надоест, что это будет раздражать, в жару давить. Нет, вот этот аромат, он лишь будет усиливать ощущение свежести и чистоты. Я на самую жару просто обожаю такие поливашки. Да, здесь не будет какой-то там суперстойкости, суперяркости, но в нём в жару будет очень комфортно. Он действительно будет давать ощущение свежести и чистоты. Ну, чтобы, знаете, избежать вот этой липкости, которой вот ощущение в жару бывает у нас. Так, дальше поехали. Это у нас будет Paris Monte Carlo. Я люблю, очень люблю этот бренд. И два цитрусовых аромата я просто не могу не упомянуть и, наверное, выделить для себя. Первое – это у нас будет оранжа десицилия. Это у нас будет аромат про апельсин. А второй аромат – это у нас будет мандарин десицилия. И, как нетрудно догадаться, аромат у нас про мандарин. Итак, поехали. Сначала про апельсин. Чудесный апельсин. Боже, как я его обожаю. Он появился у меня, не знаю, несколько лет назад. И, кстати, не летом появился, а, если не ошибаюсь, в переход. Наверное, ещё ранней весной. То есть было прохладно. И он превосходно сидит вообще в любое время года. Не все цитрусы. Цитрусы мы носим круглогодично, но далеко не все цитрусы хорошо садятся в прохладе. Здесь нужно поискать. Вот этот замечательный апельсин чудесно звучит и в прохладе. Ну, по крайней мере, для меня. То есть он не скукоживается. Вот в этом флаконе, как по мне, заключён дух самой Италии. Это очень красивая работа про засахаренные дольки апельсинов, которые соприкасаются с горчинкой его кожуры и терпкостью косточек, создавая такое ощущение абсолютно особенной свежей сладости, если можно так сказать, с привкусом цитрусовых цукатов. Вот цукатность цитруса, которую они могут давать, я тоже очень люблю. Под вот этой карамелизированной корочкой красного апельсина. Не забываем, что аромат у нас про апельсин. В Италии, кстати, красный апельсин у нас называется кровавый. И вот под его карамелизированной корочкой скрывается сочная мякоть. Слегка она присыпана такой ванильно-миндальной пудрой. Даже не пудрой, а пудрочкой скорее. И дальше у нас будут такие очень мягкие янтарные брики, ароматные кофейные зерна и очень легкие такие пикантные пряные искорки. И вот они будут добавлять еще больше теплых оттенков в звучании самого композиции, в звучании вот этого цитрусового аккорда и наполнять аромат солнечным светом и теплом, как будто бы изнутри. Аромат красивейший, яркий, позитивный, радостный, абсолютно беззаботный. Люблю, в общем, всей душой этот аромат. Так, и мандарин. Не менее чудесный мандарин. Он у меня появился зимой. Мандарины зимой я уже сказала люблю. Люблю от лабораториум мандарин. Люблю вот этот мандарин. Они возвращают меня в детство. Где елка, где мандарины, где подарки, где вот та самая неподдельная радость, которую так часто не хватает уже сейчас во взрослой жизни. Итак, мандарин от бренда Paris Monte Carlo абсолютно ослепительный, воздушный, солнечный аромат, который способен, не знаю, моментально, мне кажется, вообще поднять настроение. Здесь у нас будет такая сочная, очень изящная мандариновая сладость. Не поймите меня неправильно, это именно цитрусовая сладость, это не сладко, которая будет идеально подчеркнута горчинкой апельсина. С его такими легкими оттенками хвойной терпкости, вот, которые дает его кожура. И зелени цитрусовых листьев. То есть, помните, я в самом начале говорила, что у нас не только плоды используются в цитрусовых ароматах, но, может быть, и кожура, и веточки, и древесина цитрусовая, и зеленые листики. Вот здесь вот в полной мере этим можно насладиться. И вот представьте, что в прохладе утреннего воздуха душистые белые шапки апельсинного цвета будут разливаться дивным благоуханием. То есть, здесь у нас еще и цитрусовые цветы. Действительно благоухающие, божественные. И вы будете буквально видеть, как сверкающие капли росы будут переливаться на свежесобранных фруктах и на цветочно-цитрусовых лепестках. Это вообще прекрасная, абсолютно позитивная такая мелодия. Дополнена будет очень такими тонкими нюансами амбры, с сухими древесными тонами. Здесь у нас кедр. И будет окутан такой полупрозрачной пеленой чистого, такого сладковато-сливочного мускуса. Мускус здесь действительно сливочный, без назойливости, очень красиво, все очень аккуратно. Итак, мандарин для сицилия – это абсолютно универсальный аромат. То есть, зимой он вообще поднимает настроение своим мандариновым звучанием, создает праздничное настроение, летом станет вообще таким приятным спутником теплых деньков. И универсальность его еще в том, что идеально он смотрится для двоих. То есть, ароматы мужчины и женщины можно носить смело. Вообще, большинство цитрусовых ароматов у нас, в принципе, унисексы, и мы смело носим их в паре. То есть, неважно, кто будет носить. Здесь дело вкуса, как я всегда говорю, и личных предпочтений. Так, что еще? Обязательно о чем скажу. Вот прям не могу это не упомянуть. Обязательно, вот прям на 100% я в список помещу прекраснейшую линейку Жанна Клода Ильина, которую он сделал для бренда Лабораторио Альфа Тива. И я однозначно эту линейку рекомендую ценителям цитрусовых ароматов. Вообще, и не только цитрусовых ароматах, а в том числе для ценителей именно стиля парфюмера Жан Клода Ильина. Его стиля вот этого минималистичного, но очень красочного. И очень живого, очень естественного. То есть, здесь, конечно, вся красота его работ, ну, просто налицо. Я не буду... То есть, смотрите, в линейку у нас на сегодняшний день входит что у нас там? Апельсин оранчейроса, бергамот, лимон, мандарин. Четыре аромата, с которыми мы с вами уже знакомы. Сейчас скажу еще там про один. То есть, я не буду сейчас конкретно вот прям на каждом аромате. Я вот вообще один аромат сюда вот взяла флакон, потому что нет смысла рассказывать. Они все прекрасны, все разные. Я очень подробно о них рассказывала в своем телеграм-канале. Обязательно, кстати, подписывайтесь на телеграм-канал. Конечно же, там я рассказываю о большем количестве ароматов. И там, конечно же, появляются более оперативно все новинки. Так вот, на сегодняшний день с четырьмя ароматами линейки мы уже знакомы. Но нас ждет еще пятый аромат. Помпелма, как-то вот так вот называется аромат. И я прошу прощения, не очень я помню. Это будет цитрусовый фужерный аромат авторства того же Жан-Клода Ильина. И, конечно же, я очень надеюсь, что вот этот появился в прошлом году летом. И новый аромат у нас тоже успеет прийти к лету. И мы успеем насладиться его прекрасной цитрусово-фужерной работой. Я прямо на 100% уверена, что он будет замечательный. Но судя по тому, что все четыре аромата предыдущей я ношу, я люблю с огромнейшим удовольствием. И я вот вам смело могу сказать, что вот эту линейку носят, мне кажется, даже те, кто, ну, не знаю, очень спокойно относится к цитрусовому аромату. Мандарин вообще, вот когда он появился, мандарин вышел первый, и он произвел, ну, настоящий парфюмерный фурор. То есть его настолько хорошо приняли. Он действительно, вот на сегодняшний день, ну, для многих, я знаю, является таким эталоном мандаринового аромата. И многие предпочитают, если ищут парфюмерный мандарин, то предпочитают именно мандарин из этой линейки лабораторию, которую сделал Иллина. Так, поехали дальше. Так, это я сказала. Дальше что? Небольшое отступление. Смотрите, к цитрусовым ароматам вообще, как правило, бывает только одна претензия, если вы любите и носите это направление, это невысокая стойкость. Ну, вот, к сожалению, так. Ну, что поделать, то есть, ну, такая нотка, которую очень трудно закрепить, не утяжеляя аромат. Но, ну, лично я, я знаю, что многие готовы простить вообще нестойкость цитрусовых композиций, так как, конечно, те положительные эмоции, тот заряд позитива, которые несут в себе цитрусовые ароматы, они зачастую важнее стойкости. Но вопрос со стойкостью, он тоже решаемый. И можно найти, безусловно, цитрусовые ароматы с неплохой стойкостью. Об одном из них я уже вам рассказала. Очень хорошая у Орлова стойкость, импауа Юм. То есть, вот прям отдельно я замечу, помимо прекраснейшего, красивейшего звучания, здесь вот будет еще и все очень-очень неплохо со стойкостью. То есть, обратите свое внимание, кто ищет цитрусовый стойкий аромат. Конечно же, Эннеджайзер. Я покажу, чтобы было понятно. Но я, как и говорила, в описании к видео добавлю. Эннеджайзер от Бодичи. Люблю этот аромат. И долгое время я считала, что это вообще один из самых стойких цитрусовых ароматов, которые вообще у меня только были. И еще один будет тоже к стойкости. Это у нас будет Милихарс. Тоже о нем расскажу. Но сначала про Эннеджайзер. Абсолютно бодрящий, энергичный. Энергичный. То есть, аромат полностью совпадающий вообще вот со своим названием. То есть, энергия там просто брыжет через край. И про что? Конечно же, про цитрусы. Цитрусы, цитрусы, цитрусы. Желто-зелено-красные цитрусы, брыжущие своим соком и переливающиеся разноцветными искорками, которые вызывают нас исключительно положительные эмоции. Вот, да, самое частое слово, которое я использую в цитрус... Описывая цитрусовый аромат, это положительные эмоции. Конечно, это ароматы для эмоций, для радости и для позитива. Итак, цитрусы у нас звучат такими яркими волнами, которые чуть-чуть, буквально вот, смягчены абсолютно чувственным мускусом и дополнены древесной прохладой ветивера. Нету здесь... То есть, смотрите, я вроде бы говорю, что достаточно небольшое количество нот у нас вообще заявлено. То есть, в принципе, цитрусы разнообразные, ветивер и мускус, да, но при этом аромат потрясающе переливается. У него замечательные грани. Он вот именно многообразный, многогранный, многослойный. То есть, для цитрусового направления такой вот, знаете, вот прям отдельно стоит для меня. То есть, вот я его в топчик вот выведу, 100%. И, конечно же, он радостный. При этом очень стильный аромат. Абсолютно унисекс. Его предпочитают наравне как женщины, так и мужчины. И еще раз скажу, что среди летних цитрусовых композиций он разительно выделяется своей стойкостью. Поэтому ищите стойкий цитрусовый аромат. Вот это вот Energizer, один из тех, на который стоит обратить внимание. И еще один, такой мощный, будем так говорить, по стойкости цитрусовый свежачок. Это у нас Rie de Bergamot от Milleharis. Аромат, который, ну не знаю, вы знаете, он не сильно растиражировал. Он вообще, не знаю, как-то и бренд у нас не очень популярен. Но вот этот аромат, он просто, не знаю, пушка. Такое, я знаю, что его достаточно трудно достать. Но если вот вы действительно ищете какой-то красивейший Bergamot с превосходной стойкостью, с очень, знаете, таким гармоничным и многослойным раскрытием, то вот вам однозначно сюда. Итак, первонаперво это взрыв чистого, сочного бергамота. И, ну, и это звучит фантастически. Ощущается сочность плодов. И вместе с ней такая шуршавость его кожуры. Цитрусовый запах здесь будет ассоциируется исключительно вообще, ну, по крайней мере, у меня с зеленым цветом, прохладным и освежающим. Дальше у нас можно будет почувствовать вообще в этом аромате апельсины. И они скорее будут по ощущениям красные, благоухающие, такой душистой цедрой и кисловато-горьковатой мягкостью. И немножечко, вот прям буквально капелька мандарина. Он здесь будет присутствовать буквально намеком, просто, знаете, для разнообразия, наверное, для полной такой картины цитрусового аккорда. Но цитрусовая составляющая здесь прекрасна. Никакой сладости. Вот в аромате я, по крайней мере, не нахожу. Цитрусы у нас сами по себе прекрасны, но они, помимо всего, в окружении очень богатого такого разнотравия. То есть здесь будет у нас остренький зеленый базилик, здесь будет горьковатая полынь, здесь будет такой терпкий розмарин. И еще будут такие древесные, хвойные оттенки и очень красивая тонкая лаванда. То есть свежесть вот этой лаванды, она будет усилена природной горечью трав, природной горечью древесного мха. Она будет подчеркнута дополнительно прохладной ветиверой и очень аккуратным аккордом сапши. И которые будут создавать такой идеальный, такой многогранный, многослойный ароматический фон. Вообще аромат у нас очень элегантен. Он строг и великолепен. Идеален для двоих. То есть для женщин, если вы любите цитрусовые, не сладкие ароматы, то есть это не будут леденцовые цитрусы, это не будут цитрусовые цветы, это не будут... Господи, забыла слово. Это не будут какие-то, знаете, цитрусы с карамелью, это не будут цукатные цитрусы, это будут именно горькие цитрусы в прекрасном разнотравии, которые звучат и не сладко, очень естественно и природно. То есть это вот, если вы женщина, любит такое направление, для мужчин вообще must have. То есть превосходнейший аромат, который прекрасно подойдет, не знаю, на каждый день, и для прогулок, и в офис, и для деловых встреч. Ну вот под всю, под любую одежду, под любой стиль. Элегантно, строго, великолепно, с превосходной стойкостью и яркостью цитрусово-фужерного направления. Ну вот как-то так вот получилось про цитрусы. Безусловно, ароматов цитрусовых намного больше. И даже в моем парфюмерном гардеробе их в разы больше. Я постаралась рассказать, ну чтобы, во-первых, ароматы были разные по звучанию. И вот, ну не знаю, о тех ароматах, которые действительно ношу, которые действительно от всего сердца рекомендую. Если вам было полезно видео, поставьте лайк, подпишитесь и забудьте на канал, включите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и как я уже сказала, подписывайтесь, конечно же, на телеграм-канал. Там намного больше информации, ну как я надеюсь, интересной про абсолютно разнообразные ароматы. Там все появляется оперативно, там живое общение со мной. Поэтому, если интересно, ну подписывайтесь, я буду вам очень рада. Всем отличного настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok